При в чё дел есть старинная русская забава, это взять дешёвую гитару и прикрутить к ней звукосниматель не дешёвый, ну или, короче, просто другой, и посмотреть, что получится. И я решил не игнорировать традиции, а соблюсти их уже давно пора, тем более, я так понял, вам интересна тема, как ничего не умея своими кривыми руками, в данном случае моими, попытаться как-то переделать то, что у вас есть. Поэтому гитара дешёвая у меня есть, гитара Flight, которую я купил практически ровно год назад на Авито за 4000 рублей, вот можете посмотреть видос. Гитара отличная, вот она у меня год провисела, пару раз я на ней играл, ничего не случилось, гриф не повело, ничего не отвалилось, и струны даже я не менял с тех пор, поэтому их тут 5. И струны мы тоже, кстати, поменяем, и тоже на недешёвые. Струны поставим эликсиры, которыми я сам пользуюсь, да, приходится покупать за свои деньги, к сожалению. Стоит один комплект около 1000 рублей на струнках, но можно применить мой промокод и сэкономить. Тут я купил три комплекта про запас, думал, на концерты пригодятся, концерты прошли, струны не порвались, поэтому можно использовать. Вот у нас 6 струн, поставим новые струны, а звукосниматель мне прислали Айо или Ажо, короче, не знаю, как точно читается, но пишется вот так, Айо Пикапс. Мне написали оттуда, сказали, хотите мы вам пришлём звукосниматель, я такой думаю, ну лишний звукосниматель никогда не помешает. Характеризуют они его как звукосниматель с примечательным звуком, точнее, ну всю свою линейку они так характеризуют. Что такое примечательный звук, я не знаю, но заодно, может, сегодня и удостоверимся, примечательный звук у них или нет. CC54AS в корпусе хэмбакер, ну я думаю, что это хэмбакер и есть, давайте откроем, посмотрим на него. Инструкция. Это активный звукосниматель, интересно, потому что тут есть для 9-ти вольтовой батарейки слот, так сказать, проводки и сам звучок. Ну вот так лаконично выглядит, сзади есть какие-то переключатели, он 1, 2, пока не знаю, что это значит. Выходы, земля, out и 9 вольт, плюс. Ну значит будем устанавливать активный звукосниматель в гитару. Чем это интересно? Тем, что я никогда не менял звучки на гитарах сам. Будет интересно посмотреть, справлюсь я с такой нетривиальной сдачей или зафейлюсь. Но я думаю, что-нибудь у нас получится, только надо будет придумать, куда запихнуть батарейку. Но я думаю, я думаю, мы справимся. Чтобы было интереснее смотреть, запишем сэмплы, чтобы потом в конце посмотреть в склейку. На гитаре со старым звукоснимателем со старыми струнами, со старым звукоснимателем с новыми струнами и с новым звукоснимателем и с новыми струнами. И сравним, стало ли звучание примечательным или так и осталось восхитительным. В лучшем случае я хочу, чтобы было и то, и то. Мухлевать мне тут никакой выгоды нет. Давайте приступим. Друзья, а сейчас будет шок. Оказывается, в школу-то можно и не ходить. Я знаю, многие мои подписчики испытали на себе или там на своих детях. Я знаю, что люди с детьми меня тоже смотрят. Вот когда было это дистанционное обучение, надо было сидеть в каком-то зуме. Я сам этого не видел, но слышал много нелестных отзывов, что это было организовано как-то наспех и вообще не очень удобно и не всем понравилось. Но перспектива сидеть дома, а не идти в школу и при этом учиться, она мне кажется неплохая. И оказывается, что так можно делать, и это типа не какой-то там супер лайфхак, это типа всегда можно было сделать. Просто у нас почему-то об этом немногие знают. Можно перевестись на семейную форму обучения, и не надо там каких-то справок, что вы какой-то особенный. Типа это может сделать любой. И все, в школу можно не ходить. Я вообще считаю, что у нас система образования нуждается в реформировании, мягко говоря. Ну в общем, есть то, что мне не нравится, но сейчас не об этом. Понятно, что типа если переходишь на семейное образование, домашнее обучение, то все равно надо как-то учиться. Знания-то надо получать, нельзя просто трудным дома сидеть. Можно, конечно, нанять репетиторов, или там чтобы родители сидели, занимались. Но я узнал, что есть такая школа, которая называется интернет-урок. Это школа по интернету. Несложно догадаться. Ну и кстати, там можно типа не только отказаться от всей школы, а просто еще дополнительно заниматься. Так вот, как это работает? Совсем не так, как эти занятия по зуму. Там, короче, регистрируешься, выбираешь свой класс, и там есть уроки, расписание. И везде есть видео-урок, где настоящие учителя рассказывают тему. И там надо также делать домашнее задание. Ну вот, например, есть физика. На этой неделе у нас свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Как раз близко к тому, что мне нужно подтянуть, мне кажется. И здесь есть видео-урок, который можно там промотать, перемотать, если что-то не понял. Ну, в общем, смотреть бесконечное количество раз. Есть сразу конспект со всеми иллюстрациями и даже анимациями. Можно прямо написать вопрос учителю, и он в течение 15 минут ответит в рабочее время. Ну, естественно, есть домашнее задание. И прикол в том, что тут можно пройти все уроки, типа, когда ты хочешь. Типа, заранее закончить, там, четверть. Главное, домашки сдавать. Можно это делать в какое угодно время и где угодно. Там, лёжа на диване или, не знаю, сидя во дворе, если интернет ловит. Ну и бывает, что вы, типа, самый умный в классе, и вам скучно. Тут такого проблемы нет. Или наоборот, вы не самый умный, и вам надо всё повторять. Остальной народ на вас злится, что из-за вас всё задерживается. Так вот, тут это всё исключено. Ну, и эта школа интернет-урок, она уже давно работает. Более пяти лет. У неё есть, типа, физические школы-партнёры, которым вы прикрепляетесь, где бы вы не жили. И два раза надо будет просто прийти и сдать ОГЭ и ЕГЭ. Ну, если вы успешный человек, уходите после девятого класса, то только ОГЭ. И у вас будет настоящий аттестат. Ну, типа, вы не просто, там, позанимались, что-то узнали. У вас ещё будет аттестат, который, там, требует при поступлении в ВУЗе и так далее. Вообще, мне кажется, тема прикольная. Потому что скоро, может быть, опять всё закроет. Надо будет опять сидеть, там, в Зуме или где вы, там, сидите. Так вот, это необязательно. Можно учиться по-человечески. Выбирать время, там, когда тебе надо. Выбирать, сколько ты можешь, сколько не можешь. Что тебе повторить, что тебе объяснить. Не тратить время, там, на дорогу. Не вставать рано. Куча времени освободиться. Ну, если с умом подойти. Мне кажется, верная тема. Ну, по крайней мере, можно попробовать. Потому что там первая неделя пробная, она бесплатная. То есть, переходите по ссылке в описании. Регистрируйтесь там. И первую неделю можете посмотреть, что там за уроки. Что там за лекции. Вот то, что я показывал. Как это всё обустроено. Не знаю, родителям показать. Если вы сами родители, там, испытать на своих детях. Если всё зайдёт, всё нормально. Там, поспрашивать, что вас интересует. Что вас смущает. Какие будут вопросы. То можно действовать. Я не вижу никаких препятствий. Так что, ещё раз. Ссылка будет в описании. Я думаю, попробовать стоит. Меня впечатлило, что такое есть. Почему нам об этом раньше никто не рассказывал. Почему? Я поставил новые струны. Теперь мы будем их снимать. Ну, я их поставил, чтобы дубль записать тупо с новыми струнами. Чтобы потом склеечку всё сравнить. Ща будем разбирать. Не знаю, я никогда не менял звукосниматели на гитаре. Я только прикручивал звукосниматели ко всякой другой фигне. А уж активные звукосниматели для меня вообще какая-то тайна, загадка. Но я подумал, ладно уж, надо с чего-то начинать. Но сильно вмешиваться в основную конструкцию гитары мы сегодня не будем. Если хорошо пойдёт, то это будет мой новый испытательный полигон. Будем всякую фигню творить на этой гитаре. Потому что что она без дела стоит, так хоть послужит на благо. Надо снять пикгард для начала. А там посмотрим. Вскрываем, что там у нас. Вроде всё аккуратненько сделано, красиво. Не знаю, после покупки кто-то это доделал вручную, или так всё и было. В любом случае, по-моему, сделано неплохо, довольно аккуратно. Что теперь нам надо сделать? Нам надо вынуть вот этот звукосниматель и поставить туда вот этот звукосниматель. Вроде бы как задача тривиальная. Но я даже не знаю, с чего начинать. Можно, конечно, в интернете посмотреть, но это тупо. Это неспортивно и неинтересно. Ага, и вот эти переключатели на задней стороне. Тут написано, верхнее положение это NEC и подписано 1 кОм. Нижнее положение это BRIDGE и подписано 10 кОм. Почему тут два выключателя, а не один? Не знаю, потому что в инструкции написано, что надо переключать оба. Ну, короче, тупо сопротивление переключают зачем-то. Наверное, зачем-то надо. Для установки датчика гитару необходимо выполнить следующее. Демонтировать старый датчик из гитары. При демонтаже старого датчика рекомендуется аккуратно отпаивать провода, а не откусывать. Запомните места, куда подключались провода старого датчика, так как распайка нового датчика может быть такой же. Рекомендуется использовать паяльник с мощностью троллеваря. При установке датчика важна ориентация. Ну, в общем, понятно. Рекомендации из разряда, как нарисовать сову. Возьмите лист бумаги, нарисуйте сову. Но к видеоинструкции мы всё равно не пойдём. Мы попытаемся сами. Демонтируем старый датчик. Всё, датчик снят. Теперь его надо отпаять. Что-то припаять у нас тут ещё к пятипозиционнику. Я, когда собираю свои подобия гитар, я просто припаиваю звукосниматель к джеку. И всё хорошо работает. А тут оно идёт, блин, на 300 потенциометров. Ещё хрен знает куда. Хотя, казалось бы, два провода. Если что, паять я к своим 158 годам так и не научился. Отнеситесь спокойнее. К тому, что я делаю. Попытаемся выпаять этот клубок. Я не знаю, на камеру как видно, но вот здесь сходятся все провода. На потенциометре громкости. Пошло, потекло. О! Снял. Отлично. Теперь, что надо с этим делать? Надо убрать отсюда чёрный провод. Чёрный провод. Чёрный провод. Шо ж ты вьёшься надо мной? Надо побольше в канифоль макать, чтобы в кадре красиво смотрелось. Только для этого я это делаю. Ну, молодцы, классно сделали. Если бы это я делал, я бы сейчас, типа, дёрнул не в ту сторону, и всё бы развалилось само собой. А тут надо какие-то действия предпринимать. Хрен знает, как это правильно делать. Когда и скрутка, и запаяна. На века тупо сделано. Так, у меня получилось отсоединить синий провод. Но в фильмах нас учили, что надо резать красный. Давай, почти. Победа! Звукосниматели я разлучил друг от друга. Теперь надо снять наш звукосниматель с переключателя, и всё будет готово, считаете? Всё. Звукосниматель извлечён, друзья. Всего за пять минут. Это может сделать каждый, я считаю. При том, что и паяльник у меня просто какой-то обычный зубр, который я покупал, когда начал канал, чтобы над веслопатой издеваться. Видите, история идёт по спирали. Теперь мы будем издеваться над этой китайской гитарой. Тем хороши китайские гитары. Стоят они дёшево, разбираются легко. Всё. Теперь по инструкции надо поставить это обратно. У нас ещё есть в комплекте вот такой вот провод, который к звукоснимателю подключается. Штука для 9-ти вольтовой батарейки. И два винта с пружинами, чтобы править всеми, а точнее, чтобы регулировать положение звукоснимателя по высоте. Наверное, рамку надо стырить у старого звукоснимателя. Всё, отлично. А этот звукосниматель нам ещё пригодится. Приделываем его на какую-нибудь швабру или что-то мы там обычно делаем. А это у нас должно быть вот так. Я думаю, надо всё прикрутить и просто прикинуть, как это будет смотреться. Главное, не забывать про главную цель этого видео. Макать паяльник в канифоль. Вот как-то так это всё должно будет выглядеть. Оказывается, нельзя просто засунуть звукосниматель в рамку и поставить его на место. Оказывается, рамка-то несимметричная. Естественно, я сначала вставил этот звукосниматель не так. Потом пришлось всё переделать. А вы знали, какие мучения? Вот эти вот пружины, которые сбоку, туда запихивать, это всё прикручивать. Короче, было сложно, но я справился. Отдадим должное. Какие из этих проводов что? Я хрен знает, если честно. Благо тут подписано. И что тут подписано, если честно, непонятно. Красный должен идти... Это красный или не красный? Ну, он краснее, чем все остальные. Значит, он красный. Должен идти на плюс батарейки. Белый. Я думаю, что это сигнал. Белый. И это у нас экран. Земля, короче. Должна идти на землю. Ну, вроде ничего сложного. Подключаем это вот так. И потом каким-нибудь чудесным образом припаиваем это всё. Но от батарейки ещё должен чёрный провод идти. Минус. Хрен знает куда, я не знаю. Сложно, блин. На какую-то другую землю он должен идти. Джек нужен специальный, что ли, для этого дела? Или что? Короче, сейчас разберёмся. Так, ну, будем решать проблемы, порядки их поступления. Очевидно, нам надо спаять красный провод с красным для батарейки. С этим я ещё могу справиться. Ну, или, по крайней мере, думаю, что могу справиться. Так, ну, вроде это получилось. Тут даже есть какая-то мини-термоусадка или что это? Серьёзно, я должен был вот этим вот? Я какой-то... Вот этим вот я должен был прикрыть место спайки? Я похож на... На мастера-паяльщика? Ладно, воспользуемся старым методом. Чё делал-то попрёт? Чё, ничего не получалось? Изоленты не было. Ну вот, другое дело. Мы куда-то должны примотать экран. Экран примотать мы должны, как тут написано, общий провод от бриджа. Что за общий провод от бриджа? Это, наверное, тот, который у нас идёт куда-то вниз. Других предположений у меня нет. Так, ну... Господи, помоги. Так, Господи, не помог. Я всё распаял случайно. Так что да, мастера-пайки сильно надо мной не смейтесь. Я сколько ни смотрел этих видосов, там, как паять, как всё такое, всё равно ничего не получалось никогда. Поэтому я даже не запоминаю, там, что надо делать. Ну, только пожаловался, и вроде получилось. Теперь, остался один провод от звучка. Ещё один от батарейки. Чёрный провод от батарейки для меня самый загадочный. Потому что его надо прикрепить куда-то на джек. А есть ли там эта ножка дополнительная? И не уверен, что производители звукоснимателей, когда присылали мне его, знали, что я не в состоянии подключить его даже по инструкции. Ну, это честный тест, друзья. Да, многие из нас такие же незадачливые, как и я. Только в комментариях люди, сверхлюди обитают, которые всё знают. Так, белый провод... Не понимаю я нихрена. Вот было от того звукоснимателя два провода. Один шёл вместе с другими звукоснимателями на потенциометр. Второй шёл на переключатель. Здесь у меня остался один провод. В инструкции написано, запомните, куда был подключён старый звукосниматель. Возможно, этот придётся подключить точно так же. Так его не получится подключить точно так же. Что у меня остался? Это один провод. Ну ладно, продолжим. Белый провод, он был припаян к датчику, к переключателю. Значит, туда его и припаяем, как было. Хотя по инструкции его надо примотать ножком потенциометра. То у нас были земляные провода, и они были припаяны сюда. Я земляной провод припаял сюда. Значит, белый провод надо припаять туда. Всё, наверное, так. Туплю, друзья, понимаете, немного. Если вы не заметили. За 200 других видео. Ну, как мне тебя оттуда достать? Слишком коротенький. Как мне его дотянуть до туда? Перекидывать, что ли, какой-то мини-проводок? Сейчас порнография получится. А, придётся этой порнографией заниматься. Так, ты будешь проводочек. Согласен, мистер жёлтый. Давно гитары пора сделать на разъёмах. Вообще, я видел тему со снимаемыми звукоснимателями. Не помню, кто делал. Вот это я бы повторил. Короче, производитель звукоснимателей. Придумайте какую-нибудь хрень. Чтоб можно было звукосниматель просто вставить в гитару. Точнее, конечно, просто так вставить её не получится. Надо придумать какой-то кит. Какой-то набор. Чтоб мы вместо рамки, допустим, там всё один раз запаримся, всё припаяем. А потом просто будем вынимать и вставлять звукосниматель. Я точно это у кого-то видел. Значит, это не гонево. Это возможно. Ну, и чтобы совсем всех запутать, ещё налепим кусок синий термоосадки поверх белого с жёлтым проводом. Так, и осталось у нас всего ничего. Припаять это, наконец-то, к переключателю. Так, ну всё. Я идеально всё припаял. Надо ещё вернуть, наверное, старые провода звукоснимателей на место. Точно. Ну, вроде я не знаю, где я мог ошибиться. Если вы уже заметили, то, наверное, уже написали в комментариях. Теперь будем заниматься батарейкой. Я выкрутил Джек, и выяснилось, что он не такой, как на картинке. На картинке у Джека пять ножек. А у этого три. Но повезло, что у меня есть такой же, как на картинке. Вот такой. С пятью ножками. Его-то мы и будем использовать. Потому что я его где-то уже использовал. К чему-то, наверное, прикручивал. Какой-нибудь джент-палки. Сейчас отпаяем. Ну и надо будет просто их поменять местами и припаять всё, как на картинке. И тогда, тогда, возможно, всё заработает. Ну или не знаю. Придётся всё мучительно переделывать. Причём самое худшее, что будет неизвестно что переделывать. Не, ну вы не подумайте, это не сложно, я думаю. Просто я-то первый раз. Но как пелась в песне, я не знал, что бывают разные разъёмы. Активные звукосниматели нужны отдельные. Отдельного типа разъём. Я думал, это просто стереоразъём. Всё, победа. Я всё припаял. Остаётся молиться богам. Попытаться подключиться в таком виде и что-нибудь постукать. Если звук какой-нибудь будет, значит шансы на то, что заработает, есть. И значит можно будет всё собирать. Если ничего не будет, то хрен знает, что делать. Давайте проверять. И батарейку надо же вставить. Ну три вольта показывает. Это плохо, конечно. Но проверить-то можно. Потом можно метнуться кабанчиком и купить готовую батарею. Новую. Теперь нам надо ещё не забыть подключить это всё к звукоснимателю. А то какой смысл. Схема собрана идеально. Давайте проверим. Пока что мы ловим радио. Не уверен, что так должно быть. Но продолжим. Пока происходит только загадочная хрень. Радио какое-то работает. Так, в этом положении у нас должно два звучка работать. Этот. Этот работает. И этот. Какой-то звук даже есть. Но это звук от этого звучка. Так. Но эти два работают. А этот? Как проверить-то? Не понимаю я ни хрена, в общем. Что я неправильно сделал? Я всё делал как на картинке. Получилось радио. Ну радио тоже неплохо. С другой стороны, да? Ладно. Ясно, что всё не сработало так, как должно было. Значит, я где-то ошибся. Значит, буду всё перепроверять. Так, друзья. Извиняемся, звук. Короче, срочное включение. Какое-то чудо произошло. Я сбегал в магазин. Купил новую батарейку, чтобы точно была свежая. Чтобы исключить уж все варианты. Чётко проверил. 9 вольт есть. Врубаю. И никакого тебе радио, во-первых. А во-вторых... Походу работает. Я не думал, что дело в батарейке. То есть, когда батарейка начинает садиться, у нас начинает ловиться радио или что? Ну надо будет купить нормальные батарейки. Я просто покупаю. Всегда мне внезапно нужна батарейка на съёмках. И я срочно бегу в какой-нибудь ближайший, ещё не закрывшийся магаз и покупаю там батарейку. Хотя там обычно какие-то дешёвые варианты. То есть, там нет нормальных. Вообще, надо с Алиэкспресса заказать уже. Крону аккумулятор или что-нибудь такое. Или целую пачку этого всего. Всё, руки не доходят. Всё время забываю. Вспоминаю только, когда она срочно нужна на съёмках. Это батарейка. Это злосчастно. Не, ну значит всё неплохо. Значит я всё подключил правильно, да? Значит можно это всё собрать и послушать. Но сегодня, наверное, слушать уже не будем, потому что уже поздно. И всё ещё остаётся вопрос, куда запихнуть батарейки. И так уже наступило утро следующего дня. Ну или день следующего дня, неважно. Вчера я за кадром всё собрал. Так было уже поздно. Я не стал там думать, где там просверлить, фрезеровать отверстие. Специальную нишу какую-нибудь для батарейки. И закрепил её снаружи по старинке на изоленту. То есть теперь я думаю, так и будет идеально. Во-первых, легко поменять батарейку. Ну и думаю, что всё равно будем как-нибудь переделать эту гитару. Будем на ней всякие эксперименты ставить, опыты. Если у вас есть какие-нибудь идеи, пишите. Вряд ли я ими воспользуюсь, но всё равно. Но надо проверить, не испортилось ли что-нибудь чудесным образом за ночь само собой. И не перестало ли работать. Я, конечно, очень расстроюсь, если так произойдёт. Но вроде не должно. Включаю комбик Yamaha T-HR5. Работает. Можно наконец что-то поиграть. То есть это всё работает. Я установил на самом деле всё правильно с первого раза. Надо просто нормальные батарейки использовать. Во-первых, заряженные. Во-вторых, нормальные. Так что если вы думали установить себе активный звучок, но боялись, что не справитесь. Я думаю, вы справитесь. Я же справился, значит и у вас всё получится. Струны новые надо сейчас поднастроить. И можно будет что-нибудь зарубить. А потом наконец-то посмотрим всклейку. То, что мы записывали. Старые струны, старый звучок. Новые струны, старый звучок. Новые струны, новый звучок. Там пару риф-очков, пару переборщиков на разном звуке. И ссылку на этот звукосниматель я оставлю, естественно, в описании, потому что мне прислали его бесплатно. Он работает. Минусов не вижу пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok